Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем, пожарим пирожочки. Вкусные очень получаются. Мягенькие, нежные, домашние. И очень недорого выйдет вам. Вашей семье все понравится. Нам понадобятся сухие дрожжи 25 грамм. Майонез. Третью часть маленького тюбика майонеза. Жирный желательно. Сахар 1 столовая ложка и пол чайной ложки соли. Мука, соответственно, и вода. Теплая и кипяток. Сейчас я в процессе вам расскажу, как все ложить. Значит, дрожжи высыпаем в миску. Сюда ложим 1 столовую ложку сахара. Нужно ложим пол чайной ложки соли. И сюда майонез нужен и водичку. Сейчас 1 столовую ложку сахара. И выливаем полстакана, то есть 100 грамм теплой воды. И все это хорошенько размешиваем. Значит, размешали все вот это. Добавляем сюда муку. Ну, немного надо. Положу ложечек в 5 столовых. Размешаем. Получается вот такая масса у нас теста. Вставляем. И в другой мисочке нам нужно будет положить 1,5 столовой ложки муки. 1,5 столовой ложки подсолнечного масла. Сюда вливаем. И 100 грамм кипятка. И все это хорошо размешиваем. Консистенция должна получиться, как сметана. Сейчас я вам покажу. По густоте. Что-то вымесили, получилась вот такая вот. По густоте. Масса у нас. И ее выливаем в нашу первую миску, где мы вмешивали. Все это сюда вливаем. И перемешиваем хорошо. Добавляем муку. Сколько-то надо. Понемножку. И вымешиваем все. По чуть-чуть. И вымешиваем. Если у вас... Вы можете сделать по рецепту, в два раза все увеличить, ингредиенты, получится больше пирожков, больше теста. И в этом случае я использую хлебопечку для вмешивания теста. Очень легко. И хорошо очень. Оно вымешивает тесто. Получится хорошее. А так я взяла половинку. Как я вам сказала по рецепту. Получилось немножко теста. Я могу выместить это сама руками. Дальше тесто уже ложка не получится мешать. Поэтому я уже буду вымешивать рукой. Можно прямо в миске. Если хотите, можете на стол выложить. Как вам удобно. Я в миске вымешиваю. Добавим еще муки. И вымешиваем тесто. Должно получиться такое эластичное, мягенькое тесто. Не сильно плотное. Потому что оно должно будет хорошо растягиваться, чтобы положить нашу начиночку. Я буду использовать картошку. Картофельная начинка будет. Также можно сделать с капустой, с мясом, с горохом. Какие вы любите, по вашему пожеланию. С любой начинкой получатся пирожки очень вкусные. И все ингредиенты очень дешевые. Вы же сами видите, из чего состоит все это. Я думаю, у каждой хозяйки найдется дома. То есть не надо будет никуда бежать, специальные ингредиенты покупать. Все просто, легко, быстро. И самое главное, вкусно. Тесто у нас получается мягенькое, эластичное. Смотрите. И у вас должно быть такое. Легко рвется. Я имею в виду, когда будем пирожки делать. И ставим тесто наше подходить, чтобы оно поднялось в два раза. Ну, на часик, на полтора. Часа, в принципе, будет достаточно. Ложим его в мисочку. Можно накрыть тарелочкой в теплое место. И через часик будем лепить с вами пирожки. Вот наше тесто поднялось. Смотрите. Хорошо поднялось. Несколько раз, полтора часа у нас у нас стояло. Вот так мы выпускаем. Оно будет, пока будете готовить, подниматься еще немножко. Ничего страшного. Все хорошо, все нормально. Наоборот, даже лучше, хорошо. Оно будет мягче. Хорошее такое тесто у нас получилось. Вот сейчас я начиночку покажу вам. Я беру начиночку картошечку. Сварила масло туда добавила. Солю по вкусу. И, значит, делаем наши пирожочки. Смазываем, чтобы не прилипало тесто, к ручкам немножко масла на руку. Наливаем капельку. Вот так вот ручки растираем. На тесто не будет прилипать. Будет легко нам лепить. Хорошо. Берем вот такой кусочек. Можно больше. Если хотите маленькие пирожочки, вот такой кусочек. Побольше можете побольше. Но если будет больше, надо будет дольше жарить. И они могут оказаться внутри немножко сыроватые. Поэтому я беру такой кусочек. Не сильно большой. Не сильно большой. Хорошо. И ложим начиночку. Не сильно. На серединку ложим. Не сильно, чтобы много. Чтобы мы смогли защипить кони. концы. И вот так защипляем. Концы. И мукой. Чтобы они не разошлись у нас. Несколько раз проходимся. И теперь вот так вот придавливаем. И вот так вот формируем пирожочек. Вот у нас такие получаются пирожочки маленькие. Красивые, аккуратненькие. И так проделываем струю со следующими. Мы берем кусочек. И не скалкой раскатываем, а в руке. Разминаем в ладошечки. Вот так вот просто растягиваем пальцами на ладошки. Прямо все. Оно удобно, но тянется. Тесто очень эластичное, хорошее. Простянули на ладошки. И накладываем начиночку. И защипляем. Вот так вот. Получается защипляем, как похоже на вареники или пельмени. И вот так вот прижимаем. Вот прижали. Придавили. Все. Вот сейчас пирожочек у нас вот так вот красиво. Масло, вот смотрите, мы наливаем. Нормально, чтобы было. Немало, немного. Хорошо. Поверхность сковородки, чтобы покрывало. Хорошо. Все. И вот мы... Начинают у нас масло уже. Хорошо разогрелось. Сложим теперь пирожочки. На хорошо разогретую сковородочку. Вот так вот. Масло, поднимаем пирожку. Выкладываем. Жарим на среднем огне сначала первую сторону, чтобы хорошо прогрелась наша сковородка. А когда перевернем вторую сторону, будем жарить уже на самом огне, чтобы наша сковородка уже будет разогрета. И чтобы пирожки не подгорели, надо будет огонь убавить. Вот так вот. И накрываем крышечкой. И минуты 3-4, наверное, с каждой стороны. Ну, будем посматривать. Сейчас я посмотрю, скажу вам, сколько приблизительно. Вот наши пирожочки мы переворачиваем на вторую сторону. С каждой стороны, правда, 3-4 минуты я посмотрела по времени. И старайтесь, чтобы потом после этого перевернули мы. И сразу убавьте огонь, чтобы был маленький огонь. Потому что у вас они сгорят. Вот они зажарятся вот такого цвета быстро, на сильном огне. И внутри будут сыры. Нужно убавить огонь. Маленький сделать. И жарится тоже минуты 4. Ждем, чтобы хорошо прожарились. Наши пирожочки готовы, можно снимать. Будем выкладывать пирожочки. Вот, смотрите, с этой стороны тоже какие румяненькие получились. Красивенькие. Пышненькие. Видите, какие. Очень-очень вкусные получаются. Нежные, мягенькие. У меня ребенок вообще их обожает постоянно. Он помогает. Кстати, с детьми можно тоже лепить пирожочки, потому что им тоже очень интересно. Это как мамина заметку. Может заниматься с ребенком тоже. Очень удобно, интересно. Вот наши пирожочки получились. Красота, вкуснота. Всем приятного аппетита. Наслаждайтесь этими нежными, вкусными пирожочками. Аминь. Санкафорни Лука.